Я безумно, почему вы нас бросаете? Мы же вам доверились, мы на вас работаем, но мы вас обслуживали. Уважаемый Карен, не знаю, как вас по отчеству Шахназаров, обратите, пожалуйста, внимание на этого человека. Мы бы очень хотели, чтобы именно его пригласили на передачу к Соловьеву, и чтобы в эфире телеканала «Россия» он бы рассказал нам про вот это вот обслуживание оккупантов. Вот очень хороший вопрос. Тумсик, ласкательный он мне называет, сколько и кто тебе платит за очернение чеченцев? Ты тоже работал у оккупантов, просто тебе дали пинка, ты сбежал и теперь сдалека лаешь. Очень хороший вопрос или комментарий от Рос. Значит, по поводу очернения чеченцев я... Карен Шахназаров, это какой-то известный режиссер советский еще, снимал очень известные какие-то фильмы в советском, не могу, правда, сейчас назвать вам название этих фильмов, но, короче, известный такой человек. И он на передаче у Соловьева, Владимира, озвучил мнение, да, даже пожелание. Оказалось, что он является зрителем ЧГТРК грязный, постоянный. Что я вам рассказываю? Давайте посмотрим, что сказал Карен Шахназаров. Я же являюсь теперь постоянным зрителем канала-телеканала Грозный и очень рекомендую. Кстати, недавно видел у них политическую программу такой, Муса Магомадов. Я рекомендую пригласить, вообще, толковейший политолог. С удовольствием. Значит, какого-то Мусу Магомадова с этого канала, то ли работает Муса Магомадова на ЧГТРК грязный, то ли он у них частый гость, там приглашают его как политолог, он что-то освещает на каких-то ток-шоу. Я не знаю. Я не видел этого человека. Я загуглил, правда, какого-то человека там нашел, но не знаю, про него идет речь или нет. Поэтому, так как я не знаю, он это или нет, а Шахназаров предложил Соловьеву пригласить его на свою передачу. Соловьев согласился, то есть, собирается, как я понял, его приглашать. Я бы хотел, во-первых, я очень хочу, чтобы этим Мусой Магомадовым оказался человек, которого я вам сейчас покажу. Мы с вами его уже смотрели, освещали его слова на нашем канале. Я бы хотел, чтобы этим Мусой Магомадовым оказался именно этот человек. А если же им окажется не он, то я хотел бы, чтобы Карен Шахназаров обратил внимание на этого человека. Давайте сначала посмотрим на него. Кто-то сейчас не согласен со мной, прошу меня поправить. Во всей красе они показали в Афганистане. Мы все видели, как они позорно убегали с Афганистана, как они побросали предательски всех людей, которых обслуживали, которые на них работали, служили, как неслись эти самолеты, раздавливали на своем пути всех этих людей обезумевшие. Почему вы нас бросаете? Мы же вам доверились, мы на вас работали, но мы вас обслужили. Уважаемый Карен, не знаю, как вас по отчеству Шахназаров, обратите, пожалуйста, внимание на этого человека. Мы бы очень хотели, чтобы именно его пригласили на передачу к Соловьеву, и чтобы в эфире телеканала «Россия» он бы рассказал нам про вот это вот обслуживание оккупантов, войск, пришедших на свою территорию, на суверенную территорию государства, начавших захватническую войну, уничтоживших колоссальное количество народа, собственного народа, этого оратора, затем установивших свои боевые войсковые части на территории его государства, установивших там свою власть, назначающих там своих наместников, заставляющих этих людей жить по их законам, по их конституции, как затем вот часть из этого народа начинает обслуживать этих оккупантов, как правильно их вообще называть, как их характеризовать, чтобы он вот эти вот все моменты, пусть даже на примере с Америкой и Афганистаном, чтобы он это рассказывал, и чтобы наши зрители, молодые люди могли смотреть это, впитывать, слушать, получать правильное понимание о том, как нужно относиться к оккупантам, и самое главное, к тем людям, которых назначает этот оккупант властью над этим народом, то есть, к людям из своего народа, которые становятся коллаборантами, которые начинают как-то коллаборционировать с этими захватчиками, с этими оккупантами, становятся их представителем, представителем их власти, начинают судить между этим народом в соответствии с законами этого оккупанта, как к ним относиться. Вот мне кажется, вот этот человек очень правильно дает вот это правильное понимание, россияне должны же знать, как относиться к американцам, к европейцам, вот пусть он это рассказывает в эфире ВГТРК, обратите, пожалуйста, на него внимание. Ну, а я очень надеюсь его увидеть в эфире ВГТРК, в эфире ВГТРК, телеканалы России. Вот, очень хороший вопрос, Тумсик, ласкательного меня называют, Тумсик, меня так называли обычно мои родственники, старшие тети, там, дяди, Тумсик говорит, сколько и кто тебе платит за очернение чеченцев? Ты тоже работал у оккупантов, просто тебе дали пинка, ты сбежал и теперь сдалека лаешь. Очень хороший вопрос или комментарий от РУС. Значит, по поводу очернения чеченцев, я вообще противник того, чтобы очерняли чеченцев, то есть, даже какие-то внутренние вопросы. вопросы, вот пока этот чеченец не станет россиянином, пока он не перейдет на сторону оккупанта и не станет вместе с ним, в его рядах бороться с нами, я считаю, что он остается в нашей внутренней проблеме, нашим внутренним вопросом, понимаете? Вот как я, смотрите, мое понимание, как я разделяю чеченцев. Я вот внутри чеченского общества очень много противоречий, каких-то споров, даже есть места ненависти друг к другу, такие моменты есть. Но вот пока эти разборки внутри нашего общества, они наши, вот это внутренние наши вопросы, и выносить их на какую-то иностранную аудиторию, а любая не чеченская аудитория является уже иностранной для нас. Я считаю это неправильно, и я тоже сторонник того, чтобы о внутренних каких-то вопросах говорить на родном языке, на каких-то внутренних площадках. Но если этот чеченец переходит на сторону России, он перестает быть внутренним вопросом. Все, он теперь становится россиянином. И вот о таком человеке предпочтительнее говорить как раз на иностранном, прежде всего на русском языке, чтобы об этом знали его хозяева, чтобы как можно больше людей это понимали, и была бы такая возможность говорить об этом еще на других известных языках, то я бы тоже наверное не отказался, хотел бы это делать. К сожалению, я не владею другими языками. Поэтому вот такая разница. Кадыров, кадыровцы и любые представители этой власти, хоть они и по происхождению чеченцы, рождены чеченским отцам, но они являются россиянами, российскими чиновниками, российской властью. Поэтому это уже не наш внутренний вопрос. А вот все то, что все те, кто туда не перешли на ту сторону, явно не стали работать в их рядах, они находятся здесь. Вот тут я предпочтительнее конечно буду говорить на родном языке, и когда кто-то со стороны будет пытаться даже влезть сюда поинтересоваться или не дай бог даже попытается выступить каким-то арбитром, такому человеку я обычно говорю и скажу дорогой большое тебе спасибо, но мы здесь как-нибудь сами без тебя разберемся. Бывший Гурон, я плачу, мы платим, но не для того, чтобы очернять чеченцев, а чтобы показывать ваших хозяев, показывать такими, какие они есть, а вы дальше газуйте за них и русню. Алейкум ас-салям и баракат баракат баракаллах фиг брат и шагурон. ФС